Привет! Еще раз рассмотрим примеры реакции ионного обмена. Нужно знать, что все реакции ионного обмена протекают в направлении связывания ионов. Был такой вопрос, когда мы пишем стрелку вверх возле вещества, когда мы пишем стрелку вниз. Если вещество выпадает в осадок, нерастворимая соль, например, образуется, всегда стрелка вниз. Вещество, которое уходит в виде газа, стрелка вверх. Воду записываем в ионных уравнениях всегда в молекулярном виде, потому что это малодиссоциирующее вещество. Также в молекулярном виде нерастворимый осадок мы пишем и то, что уходит в виде газа. Итак, пусть у нас есть соль и кислота. Образуется новая соль и новая кислота. Угольная или карбонатная кислота настолько нестойкая, что сразу распадается на воду и углекислый газ. Вот видите стрелка вверх. Это полное молекулярное уравнение. Далее я записываю полное ионное уравнение. Все вещества у нас распадаются на ионы, кроме воды. Она записывается в молекулярном виде. И углекислый газ тоже в молекулярном виде. После этого мы сокращаем одноименные ионы. То есть те ионы, которые одинаковы и слева, и справа. Как в алгебре. После сокращения получаем краткое сокращенное ионное уравнение. Второй пример у нас. Соль плюс соль. Образуются две новые соли. При этом барий СУ4 выпадает в осадок. Это нерастворимая соль. Мы можем это узнать по таблице растворимости. Я показываю это стрелкой вниз. Полное молекулярное уравнение первое. Второе. Записываем вещества в ионном виде. Кроме барий СУ4. Потому что оно выпало в осадок. Получаем полное ионное. Сокращаем одноименные ионы. После их сокращения получаем краткое ионное уравнение.